Вчера или позавчера поднялись цены на бензин. Говоря о конкретике, у нас уже 25 дней и нет правительства. Вы говорили о том, будет у нас правительство, не будет. Правительство всегда существует, только есть два момента. Правительство, которое существует, имея полные полномочия, и правительство, которое с урезанными полномочиями. Говоря о распределении средств, об изменениях в бюджете, перераспределении средств, господин Слюсар, я как юрист вам напомню, если я не ошибаюсь, период после парламентских выборов 2019 года, когда кто-то из депутатов обратился в Конституционный суд с вопросом полномочий правительства... Временно исполняющего обязанности. Когда, если я не ошибаюсь, я должен вот сейчас... Такое обращение было 100%? Я не помню точный период, но было. В 2019 году, когда спросили, может ли правительство с урезанными полномочиями давать, принимать на себя ответственность за определенные законопроекты, и в том числе за законопроект бюджета? Если я... Это в законе о правительстве четко написано, что правительство, исполняющие обязанности, не имеют права принимать на себя ответственность. Вы почитайте решение Конституционного суда в том составе, которое проществовало до 8 июня 2019 года. Если не ошибаюсь, эти решения Конституционного суда еще никто не менял и не проводил ревизию, по крайней мере. Там нужно почитать вот все эти моменты. Вы имеете в виду, что ИО, правительство... Может брать на себя ответственность? Может брать на себя ответственность? Вы это хотите сказать? Я говорю о том, что мы должны почитать вот те решения Конституционного суда. Это же пресс у нас, в лес свежий, который не разрешает. Еще раз вспомнить... И еще раз вспомнить вот те моменты и почитать, освежить память. Вот я о чем говорю. Но если я не ошибаюсь, были заявления такие в Конституционный суд. И если я не ошибаюсь, тогда Конституционный суд вынес определенные решения, где дал определенные полномочия. Что-то в этом роде. Субтитры создавал DimaTorzok